Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня у меня для вас две интересные новости, связанные с образованием в российских школах. Первая новость. Комитет Госдумы по образованию и науке приступил к разработке законопроекта, который закрепит высокий статус преподавателя в школе. То есть очень часто ученики в школе издеваются над преподавателями, то есть откровенно издеваются над их невысокими зарплатами, могут плюнуть в сторону преподавателя, ударить его. То есть преподаватель в школе сейчас практически никак не защищен от так называемого буллинга со стороны его учеников. То есть что предлагает сделать Комитет Госдумы по образованию и науке? Любовь Духанина, заместитель председателя этого комитета, предлагает закрепить высокий статус учителя. Для этого нужно определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов, прописать в законе необходимые условия осуществления профессиональной деятельности, инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей. Ну, честно говоря, вот эти слова ни о чем не говорят нам. То есть мы понимаем, что Комитет Госдумы по образованию и науке пока еще не знает, что делать в принципе. Друзья, сегодня у меня для вас есть 4 предложения, вот как раз по вот этому законопроекту. Во-первых, я предлагаю ввести в школах уроки так называемого этикета. То есть когда я учился в школе, я учился в двух школах, затем еще в институте два раза, ну правда оба раза забросил учебу, к сожалению или к счастью, не знаю. То есть и обе школы, в которых я учился, затем приобрели статус гимназии. И вот в первой школе, в начальной и средней школе, в которых я учился, у нас, у учеников были уроки этикета. Что такое этикет? Этикет в переводе с французского означает этикетка, надпись. Это правило поведения людей в обществе. То есть впервые данное понятие появилось при дворе короля Франции, Людовика XIV, так называемого короля Солнца. То есть гостям двора были разданы карточки, так называемые этикетки, с изложением того, как они должны себя вести, каких определенных правил должны придерживаться. То есть что предлагаю я сделать? Должны быть теоретические уроки этикета, то есть преподаватель объясняет, как себя нужно вести в определенных ситуациях. Допустим, на улице, в помещении, кто первый должен здороваться, с какой стороны следует идти молодому человеку и девушке и так далее. Ну то есть объясняются какие-то теоретические элементарные понятия этикета. Затем проводятся практические занятия. То есть ученики вместе с преподавателем идут в музеи, в театры, на спортивные какие-то соревнования. То есть как раз вот с помощью теоретических и практических занятий ученики будут знать, как себя следует вести в обществе. Затем, естественно, проставляются оценки. Это первое предложение. Второе предложение. Я предлагаю ввести так называемые оценки за поведение. То есть данные оценки были в школе СССР. Это 100%. То есть за поведение ученик получал оценку. Если ученик постоянно опаздывает, пререкается с преподавателем, то есть наглость и хамски ведет, то его надо наказывать с помощью оценок за поведение. Это великолепный инструмент для давления на хамоватых и наглых учеников. Знаете, если мы обратимся к истории, то узнаем, вспомним, что в Российской империи были так называемые даже дядьки преподавателей, которые занимались только поведением учеников в школе, в гимназиях. То есть это были бывшие старшины род, и наиболее благообразные старшины этих род занимались воспитанием учеников в гимназиях. В частности, они могли их пороть. Ну, сейчас, извините, 21 век. Конечно, учеников и детей никто не даст пороть, но тем не менее на них возможно воздействовать с помощью оценок за воспитание. Третье предложение. Что еще можно сделать? Ну, естественно, повысить преподавателям зарплату. Это наиболее правильное предложение. Должна было, наверное, начинать с этого. То есть первое – это повышение зарплаты. Второе – уроки этикета. Третье – оценки за воспитание. То есть ученики уже, извините, не будут унижать учителей за их низкие зарплаты. Не будут говорить им, что ты нищеброд, почему ты меня вообще учишь, чему ты меня можешь научить, стать таким же неудачником. То есть вот эти уже понятия сразу же уйдут в небытие. И следующий момент, который я предлагаю ввести – это так называемые выборы. То есть ученики должны проводить, допустим, раз в месяц или, не знаю, раз в квартал, допустим, да, учебный квартал, выборы. Выборы – или президента класса, или старосты класса, как угодно, главы класса. То есть, допустим, каждый из учеников пишет на бумажке имя того ученика, которого он считает наиболее справедливым в классе, лидером и, так скажем, человеком, который способен отстаивать интересы других учеников класса. И вот этот затем выбирается, допустим, всеобщим тайным голосованием, вот этот староста, глава класса или президент класса и так далее. И в случае возникновения как раз спорных ситуаций, когда учитель не согласен с поведением ученика, ну и все ученики тоже считают, что ученик в данном случае ведет себя нормально, то есть, учитель к нему придирается, уже вот эти вот наиболее, так скажем, авторитетные ученики будут выступать своего рода депутатами или профсоюзными лидерами класса и будут решать какие-то споры. То есть, они могут уже, будут участвовать, допустим, в ПЕД-собраниях даже, то есть, отстаивать интересы пострадавших, по их мнению, учеников. То есть, этим мы сразу же повышаем уровень образования в школе. То есть, у нас появятся в школах лидеры, способные вести за собой. Кроме того, в школах появится культура, культура всеобщего голосования. То есть, сейчас мы видим, в стране постоянно идут манипуляции с голосованием, нас постоянно обманывают. Если ученики уже изначально в школе будут их обучать, как правильно голосовать, то, я думаю, такие манипуляции будут уходить в прошлое. Вот такие нехитрые предложения, которые я хочу сегодня вам предложить. Если вам нравятся эти предложения, поставьте большой палец вверх под этим видео и поделитесь в соцсетях этим видео со своими друзьями. Давайте сейчас поговорим о так называемых советниках-директорах по воспитанию. То есть, что предлагается сделать в школе? Будут так называемые советники-директоров в школах по воспитанию, навигаторы детства, которые будут получать 15 тысяч рублей на отбавки к своей, так скажем, должности, к своей зарплате. То есть, эти люди будут отговаривать, участвовать учеников школ в различных митингах, акциях, протестах, прогулках за каких-либо политиках, кормлении голубей и так далее. То есть, друзья, в принципе, я считаю, что эта должность абсолютно бессмысленная. Что нужно сделать в стране? Ну, во-первых, почему у нас нет должного воспитания в школах? Потому что, друзья, дети отданы, так скажем, на самовоспитание. Родители заняты на работе. Заметьте, и жена, и муж трудятся. Сейчас ввели новый закон о повышении пенсионного возраста. То есть, раньше внуками занимались родители, родителей. То есть, их бабушки и дедушки. Сейчас они вынуждены работать. То есть, по сути, ученики общаются между собой. Дети на улице, в школе и так далее. В магазинах. То есть, ими никто не занимается. Вот в этом я вижу главную проблему воспитания в России. То есть, надо снижать пенсионный возраст. С детьми должны заниматься их бабушки и дедушки. Повышать надо зарплату, в первую очередь, мужчин. Тогда многие женщины смогут сидеть дома и уже заниматься воспитанием своих детей. Вот это самое главное, что надо вводить в Россию. А не какие-то должности замдиректора по воспитанию. Я считаю этот законопроект полным бредом. Я его не поддерживаю. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Субтитры сделал DimaTorzok